Всем привет, дорогие друзья! У нас с вами скоро стартует новый туристический сезон 2022 года. Многие уже начали бронировать туры на май. И в связи с этим я собрала для вас информацию, на что нужно обратить внимание при бронировании. И также поделюсь с вами некоторыми уловками отельных гидов, чтобы вы в эту ловушку не попались. И в самом конце видео поделюсь новым топ-10 отелей для отдыха в Турции и для отдыха Египта. Ну, а мы начинаем, как всегда. И не забываем обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас куча всякого интересного про отдых в Турции и про жизнь в Турции. Интенсивность раннего бронирования воодушевила экспертов турсектора. Однако, они поспешили предупредить отдыхающих, что ожидания туризма от 2022 года могут не сбыться. Поэтому путешественникам следует бронировать туры и проживание в отеле только с возможностью гарантированной отмены и через надежные онлайн-каналы, известные агентства. Об этом заявил президент Ассоциации туристических отельеров Чешме Якуб Демир. Согласно его заявлению в турецкой прессе, количество покупок проживания в отелях по раннему бронированию резко увеличилось. Глава подчеркнул, что питает надеждой на сезон 2022 и ожидает, что год будет оживленным с точки зрения туризма. В настоящее время, в частности, местные и зарубежные туроператоры, многочисленные агентства и онлайн-каналы в Турции развернули серьезную кампанию по раннему бронированию. В период, когда доллар достигает высоких значений, гораздо выгоднее покупать отпуск по раннему бронированию, потому что речь идет о снижении цен до 25-30%. Периоды раннего бронирования продолжаются в январе, феврале, марте и апреле. Если спрос есть, он отразится на цене, то есть она будет только расти, поэтому мы просим вас забронировать тур пораньше, когда цены еще доступны. Призвал специалист и добавил, что нужно соблюсти определенные правила безопасности. И, собственно, на что нужно обратить внимание при бронировании тура. Как отметил глава ассоциации, необходимо получить ряд сведений и документов, гарантирующих оплату брони турагентству. Многие отдыхающие закрывают туры, не удостоверившись, что путевка оплачена. А когда приезжают в свой отель, может оказаться так, что никакого бронирования на самом деле не было, и то фирма перекрыла этими деньгами оплату другого тура или вовсе присвоила ее себе. Также эксперт предостерег туристов от полной оплаты при бронировании тура, чтобы избежать жертв. Платите 25, 30 или даже 50%, но до последней минуты вы должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации отменить бронь и вернуть свои деньги. Это возможно только с надежными агентами, сообщил он. Мы рекомендуем вам бронировать поездки в основном через онлайн-каналы, поскольку чаще всего они гарантируют возврат денежных средств туристам. Вы должны иметь возможность вплоть до последнего дня перед отдыхом отменить бронирование. Даже международные онлайн-площадки вполне надежны в этом отношении. Мы рекомендуем отдыхающим, которые позаботились об отдыхе заблаговременно, быть осторожным в этом вопросе, чтобы не оказаться пострадавшими, заключил эксперт. И следующая у нас с вами новость. В Турции обанкротилась крупная туристическая фирма. О банкротстве крупной турфирмы в Турции сообщили турецкие СМИ. Речь идет о компании Tatil.com, которая является одним из ведущих онлайн-турагентств Турции. Тем не менее, компания не выдержала пандемию и обанкротилась. Добавим, что банкротство не обошлось без скандала. Согласно заявлениям некоторых ательеров Кушадасы, Tatil.com не платила владельцам отелей. Добавим, что банкротство не обошлось без скандала, согласно заявлениям некоторых ательеров Кушадасы. Tatil.com не платила владельцам отелей, а туристов, забронировавших эти отели, переселял в другие отели, заявляя, в этом отеле коронавирус. При этом деньги отельерам не поступали, а в компании не отвечали на звонки. Информацию подтвердили в ассоциации ательеров Кушадасы. В настоящее время в Кушадасах нет отеля, у которого есть проблемы с ковидом. Ни у персонала, ни у гостей коронавируса нет. Стыдно оправдываться таким образом проблемам в коммерческих отношениях, заявили там. В итоге Tatil.com обнулил контракты всех сотрудников и уволил их. Однако, несмотря на то, что все сотрудники уволены, сама площадка по-прежнему открыта для бронирования. Туристов предупредили, что деньги могут уйти в никуда. И в преддверии нового туристического сезона мы сейчас с вами поговорим о том, как же могут все-таки обмануть туристов в Турции, в Египте. В принципе, схемы похожие. Расскажу сегодня такое самое частое, на что люди обычно попадаются. А здесь где-нибудь оставлю ссылочку на видео. В прошлом году снимали, там просто все самые популярные схемы. И самое основное, это когда вы прилетаете по путевке в Турцию, допустим, вам назначают при заселении встречу с гидом, на которую, можно сказать, даже требуют явиться. На этой встрече, как правило, конечно, гид информирует вас о чем-то, о работе гостиницы, отеля, в который вы приехали, и также продает вам эти путевки. Чаще всего еще предупреждают то, что обязательно берите у отельных гидов. Вокруг везде обман. Хотя, допустим, на своем примере расскажу то, что мы ездили, покупали путевку за пределами гостиницы. Конечно же, тоже надо аккуратно выбирать, не покупать во всяких там, не знаю, переносных, может быть, лавочках. И нам встретились люди в автобусе, кто купил путевки у отельных гидов. Это было еще давным-давно, но неважно. Купили они в несколько раз ее дороже. Что можно сказать? Я еще помню то, что они говорили, именно отельный гид рассказывал, то, что, во-первых, не покупайте у других, могут обмануть. Конечно же, могут, как и везде, надо аккуратнее быть. И также говорил то, что у них специальные автобусы, которые... В общем, она что-то рассказывала долго про автобусы, что они у них как-то супер уникальны, а в итоге получается так, что всех в один автобус и поехали. Вот. И следующее такое распространенное, тоже не ведитесь на это, это бесплатные шоппинг-туры, которые... Даже не шоппинг-туры, их называют обычно обзорные экскурсии по городу, а по факту вас везут на шоппинг. Завозят во всякие меховые, кожаные магазины. Как правило, если куда-то везут, там дороже. Но смотрите сами. Конечно, можно и купить, можно и не купить, это уже на ваше усмотрение. Но если именно вот эту обзорную экскурсию рассматривать как обзорную, бесплатную, то, скорее всего, вы потеряете время и потом поедете по магазинам. Так что так, рассказывайте, где вы обычно покупаете тур, предпочитаете отельных гидов или где-нибудь за пределами отеля. Вот. И также пишите, попадались ли вы на какие-нибудь виды такого мошенничества или каких-нибудь уловок. Будет очень интересно послушать. Скоро, наверное, будем с вами выпускать новый сезон обмана. Да, чтобы никто не попадался. И еще один пунктик, это когда, допустим, вы покупаете экскурсию в хамам, который в соседней с вами гостинице или, не знаю, там через улицу, в принципе, который вы можете просто дойти в хамам и заказать. Конечно же, цена, как правило, дороже. Вот так вот, дорогие друзья. И стали уже известны лучшие отели 2022 года Египта и Турции. Топ-10. Рассказывайте, были вы в каких-то или не были. Будет очень интересно послушать, насколько действительно этот топ оправдан. Так что вставим где-нибудь здесь. Если надо, останавливайте на паузу и читайте. На этом, дорогие друзья, у нас с вами все. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь обязательно на наш канал. Оставляйте любой комментарий. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. 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 Подписывайтесь на наш канал.